Орлёнок 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 В занятиях знания и умения им пришлось применить финальный для этой смены и вскользь упомянутый выше игре «Орленок», еще советском изобретении, возрождение которого случилось здесь же три года назад. «Орленок» – всесоюзная военно-спортивная игра юмышей и девушек в возрасте от 16 до 18 лет, которая возникла в апреле 1972 года. В этих соревнованиях молодежь знакомилась с историей вооруженных сил, с героическими традициями, получала моральную и физическую подготовку, необходимую для службы в армии. Они знакомились со специальностями водителя, оператора РЛС, рулевого корабельной шлюпки и так далее. Обязательным условием была сдача норм комплекса ГТО. В ходе игры каждый отряд игроков получил пакет заданий. Надо было пройти на время маршрут, отнюдь не по бульвару, выполняя попутно различные задачи, проверяя себя на крепость, а фантазию организаторов на крутость. Самым сложным этапом оказался учебно-имитационный бой, разыгранный с помощью игрового оборудования для лазер-тага. Это вам не корпоративный выезд на пострелялке, по случаю праздника или в рамках придуманного кадровиком тимбилдинга. Здесь отрабатывалась тактика приема и способы действий натуральной боевой ситуации. По итогам смены игры команда из Орловской области заняла третье место. Кстати, уступив меньше двух баллов тем, кто занял на пьедестале место второе. Всем победителям вручили эти васильковые билеты. Из десяти орловчан их получили восемь воспитанников центра «Десантник». А всего из участников смены, напомним, их было 900 со всей России и ближнего зарубежья, право носить такой билет предоставили лишь сотни. Вот эти ребята. Вот их билеты. И хочется перед ними снять шляпу.